Синдром полиорганной недостаточности Но по данным отделений реанимации хирургических стационаров, полиорганная недостаточность доминирует в структуре летальности, достигая даже 80%. Если задать вопрос от человека, который впервые смотрит на эту проблему со стороны не непосредственно реаниматолога, который привык ко всем этим нашим терминам, то сразу возникает несколько вопросов. Почему? Полиорганная недостаточность – это синдром, но он развивается при самых разных заболеваниях. Далеко не только это сепсис, это и тяжелая травма, это шок, инфекционно-токсический, геморрагический, это отравление, имеем генцефалит, диабет и прочее. Почему спон отличается принципиально от хронического патологического процесса или естественного умирания вследствие уже изношенности организма? спон отличается принципиально тем, что он, в принципе, потенциально обратим, и мы знаем, случай успешного излечения пациента. Потому что при полиорганной недостаточности, при этом синдроме, органы, они остаются как бы неразрушены, клетки сохраняют свою структуру. Они не подвергаются некрозу, они функционально страдают. Это принципиально важно. И почему так разнонаправленно работают медиаторы при развитии синдрома? С одной стороны, мы говорим о гиперметаболизме, с другой стороны, говорим о нарушении, снижении обмена веществ и грубом нарушении энергообразования. Гипоксия ткани сочетается с кислородным взрывом гранулоцитов, эндотелиоцитов, с разбитым каскадом факторов аутоагрессии и, так сказать, именно прогрессирования этого синдрома. Сам синдром сформулирован не так давно, где-то в 70-х годах, но уже в 67-м году, например, в одной из первых работ мы можем найти такую картинку. Сейчас ее, так сказать, показывают в разных вариантах. Но вы видите, что действительно об этом задумывались на большом количестве материала, о том, что в работе Миклейна, о том, что все органы по очереди начинают страдать при этом синдроме. Более, так сказать, сколько прошло лет, да? Ну, более 30 лет с тех пор. И что мы можем видеть на сегодняшний день? Публикация, которая была подготовлена Джоном Маршалом к 40-й конференции в Брюсселе, к ЭКМИДу, ICM, извините, да? И он пишет о том, что синдром полиорганной недостаточности – это нерешенная клиническая проблема. При том, что занимается этим практически всю жизнь. Одна из работ Джон Маршалла вот 2008 года свидетельствует о том, что ставится под сомнение, так ли уж важно и принципиально, и единственное, что это иммунные нарушения. Неясно, понятно, иммунные нарушения происходят, но далеко не все они и далеко не только они приводят непосредственно к неблагоприятному исходу. Роль этиологически значимых бактерий также детально пересматривается, и мы видим это в работах очень многих авторов, потому что выделенные микроорганизмы у пациентов, которые уже вошли в этот синдром полиорганной недостаточности, когда отказывает дыхательная система, сердечная деятельность, почки страдают и так далее, тем не менее выделенные микроорганизмы, они не являются какими-то особо вирулентными. Это не патогенные бактерии, это условно патогенные бактерии. И та антибактериальная терапия, самая массивная, которая только проводится в этой ситуации, далеко не всегда и не обязательно влияет на прогноз и на исход состояния. Что же еще? И вот уже в наши годы, в 21 столетии, все больше внимания уделяется нарушению функции непосредственно клеток макроорганизма. И вот эта альтернативная гипотеза предполагает, что изменения происходят в клеточном метаболизме, который реагирует на вот те изменения в метаболитах и в обмене веществ, и идет переход к аэробному гликолизу. Сдвиг клеточной функции в сторону гликолиза даже в условиях достаточного снабжения кислорода. Это явление названо репрограммированием организма. Оно впервые описано при онкологических заболеваниях. Это было, так сказать, известно и изучено для, в частности, вот Венженом, Ван Венженом, для опухолевых клеток. Это необходимо им такое репрограммирование опухолевых клеток для быстрого роста. Но при сепсисе оказалось, что оно теперь изучено и описано для рейкоцитов. Что заставляет организм, клетки макроорганизма при тяжелом заболевании или при сепсисе, при инфекционной нагрузке, репрограммироваться? Кто дает команду на репрограммирование? Это крайне интересно. И то, что этот вопрос не решен, я еще раз показываю публикацию сентября 2021 года Жон Маршалов. Что мы не учитываем? Чего мы не знаем? Какой важный, так сказать, источник таких команд, таких неблагоприятных команд в результате приводит к высокому риску летального исхода? Я прошу прощения, хочу проверить, слышно меня хорошо? Можете кто-нибудь написать в чате? Да, да, я слышу, прекрасно слышно. Благодарю вас. И мы вводим такой термин, как невидимый орган. И сейчас попытаемся обосновать его огромную роль. Я, знаете, в литературе недавно встретила термин другой, виртуальный орган. Но, в принципе, так сказать, идея идет об одном и том же. В организме человека, кроме всех тех клеток, которые составляют его органы и системы, присутствуют клетки чужеродные с другим геномом. Их огромное количество. По количеству они сопоставимы и даже превышают количество клеток человека. Они представлены почти тысячами видов бактерий, которые живут в организме человека, в тех биоцинозах, которые есть. А генов в них в 100 раз больше, уже пишут в 150 раз больше, чем в геноме человека. Все это объективно, подсчитано и известно. Каждая эта клетка производит какие-то вещества, поглощает какие-то вещества. Этот метаболизм происходит достаточно интенсивно. И вот идея наличия этого невидимого органа, который дает какие-то сигналы организму в неблагоприятных условиях, и составляет суть сегодняшнего сообщения, доклада. Дело в том, что влияние это, оно обосновано следующим. Орган, казалось бы, состоящий из микроорганизмов, из мельчайших, так сказать, живых существ, по весу своему, если пересчитать процент к массе тела человека, мы взяли человека в среднем 70 килограмм. И разделили известные из литературы вес органов, почек, печени, сердца, мозга и так далее, разделили на массу тела. Оказалось, что этот коэффициент, процент от массы тела, у микробиоты он сопоставим и даже может достигать 3%, то есть превышать вес других органов. Но самое главное, даже не только вес этого органа, неизвестного инвизиблого органа, но и даже не то, из каких микробов он состоит. Я уже назвала вам 500 видов. При секвенировании мы сейчас в состоянии оценить полный геном этого органа, и он потрясающе интересный, большинство этих микроорганизмов, они вообще не культивируются, их невозможно идентифицировать. Но самое важное для нас с вами, для проблемы полиорганной недостаточности, то, что это очень метаболически активный орган. Наряду с другими органами, здесь вот такие поливалентные весы, много, так сказать, с многими чашками, да, представлены, наряду с другими органами микробиота и этот невидимый орган самым активным образом участвуют в норме у здорового человека в поддержании, обеспечении гомеостаза организма. И что же происходит, когда человек тяжело заболевает? Либо это тяжелая инфекция, септическое состояние, либо это тяжелая травма, это тяжелая кровопотеря, это гипоксия и прочее. Что происходит? Микробиота, она живая, она страдает. Ей не так же, как и всему организму, недостает всех веществ, которые ей нужны. И, разумеется, в нее резко перестраивается метаболизм, и продукты этого метаболизма, естественно, участвуют в нарушении гомеостаза и приводят к его серьезной поломке, прежде чем все остальные органы. Это нужно принять. Реаниматологам это непросто. Но если это принять и понять, мы совсем по-другому будем подходить к этой проблеме. Но как и чем измерить? Мы не можем микробиот взвешивать, мы не можем проводить метагеномное секвенирование и изучать все те штаммы, которые находятся в организме каждого человека. Для этого нужен какой-то интегральный показатель, который бы оценивал именно функциональную активность, насколько она отличается от нормальной функции микробиоты, от нормальной функции невидимого органа. И в поиске этого интегрального показателя мы провели достаточно много лет, и занимаемся этим поныне, и будем заниматься далее. И одним из принципиальных исследований в этой области, исследование Эдвина Дейча, еще в 90-е годы, а затем уже в наше время, он продолжает свои эксперименты, который показал удивительную вещь. В эксперименте он хирург, но работает, хирург и аниматолог, но работая в эксперименте с животными, и вводя кровь от септических животных, кровь, взятую из вены порта, то есть оттекающую от кишечника, вводя здоровым животным, он получал клинику септического состояния и, главное, развитие полиорганной недостаточности. Но в своих следующих экспериментах он проводил очистку этой крови от бактерий, то есть пропускал через специальные фильтры. И оказалось, что этот мультиорганная фейла, то есть полиорганная недостаточность, развивалась точно так же. Таким образом, он сделал вывод, что факторы микробного происхождения из кишечника, которые приводят к развитию полиорганной недостаточности, это не живые бактерии, это другие, более мелкие факторы. И мы говорим о том, что эти факторы, прежде всего, это продукты жизнедеятельности, это метаболизмы бактерий. И трудно поверить в то, что до сих пор патогенезия органной дисфункции практически вне поля зрения метаболиты бактерий остаются. Не учитываем мы сегодня ни в постановке диагноза, ни в мониторинге, ни в лечении, не учитываем этот фактор. Ну вот некоторые вехи, это наш постерный стенд, который мы представляли на одной из конференций. Этот стенд отражает те вехи, которые мы прошли, многочисленные в изучении этих метаболитов. Прежде всего, изучив несколько сотен различных микробных фрагментов метаболитов крови, мы выделили ту группу, которая является принципиально важной, потому что именно ароматические микробные метаболиты принципиально отражают тяжесть состояния, коррелируют с ней, принципиально различаются у выживших и умерших пациентов. При полиорганной недостаточности это ведущие метаболиты, именно ароматические микробные метаболиты. Мы изучили микробы отдельно, аэробные, анаэробные, что они умеют продуцировать. Мы изучили, как они взаимодействуют с митохондриями клеток организма человека. И поняли, какие из метаболитов взаимодействуют, они взаимодействуют разнооправленно, какие, так сказать, способствуют, а какие, наоборот, подавляют, в частности, окислительные процессы. Мы изучили этот профиль этих метаболитов, ароматических микробных, при разных заболеваниях они здесь представлены. И так далее, и так далее. Таким образом, мы сегодня считаем себя вправе говорить о том, что именно ароматические микробные метаболиты могут в перспективе служить вот этим интегральным показателем для мониторинга и, возможно, лечебного воздействия при полиорганной недостаточности. Проанализировав самым детальным образом всю литературу, которая существует о вообще, так сказать, метаболомный анализ при сепсисе, при полиорганной недостаточности, мы опубликовали эту работу. Мы не нашли более убедительных данных, кроме того, что именно ароматические микробные метаболиты в наибольшей степени отражают это. И многие из вас, наверное, знакомы с нашей книгой, она вышла в 2018 году, где мы подробнейшим образом рассмотрели все эти вопросы в рамках одного доклада. И вот, в частности, в главе 19-й вы можете увидеть на слайде, что связь, дисфункции дыхательной системы, сердечно-сосудистой, почечной, печени, коллопатии, дисфункции нервной системы и так далее, вы можете посмотреть все эти корреляционные связи и зависимости. Ну, для непосредственно реаниматологов, которые сейчас слушают наш, так сказать, доклад, я бы хотела, например, привести пример связи информативности, что ли, фенилкарбоновых кислот, вот этих ароматических метаболитов и лактата, поскольку лактат – это наиболее часто используемый показатель для оценки органов дисфункции в реаниматологии. Вы видите, что эти исследования были проведены. И суммарно мы будем видеть, что если оценить, какой из показателей динамика или клиренс процесса при полиорганной недостаточности, вы видите площадь под кривой при клиренсе лактата, вы видите профиль ароматических микробных метаболитов при полиорганной недостаточности и у пациентов абсолютно здоровых, у доноров более 70 человек в каждой группе. Вы видите, что в норме у здоровых людей идет равновесие относительно. То есть слева генилкарбионовая и бензольная, справа гидроксифенилмолочная и в маленьком количестве другие. Абсолютно другой профиль вы видите у пациентов с полиорганной недостаточности. Практически полностью исчезают метаболиты, которые были слева и доминируют другие. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что ось ординат здесь до 2 микромоль, а здесь до 100 микромоль. И если мы приведем в соответствие ось ординат, то посмотрите, пожалуйста, насколько маленькие концентрации ароматических микробных метаболитов в норме у человека, но они всегда есть и они всегда в таком равновесии. И что происходит при сепсисе? Вот эти метаболиты, которые гидроксифенилмолочная, гидроксифенилуксусная, более чем в 50 раз, ни в 2, ни в 3, ни в 10, в 50 раз превышают норму. И эта закономерность повторяется практически у всех пациентов, которых мы обследовали. Очень важные, видимо, затрагивают эти метаболиты механизмы. Почему они вызывают вот это репрограммирование? Почему они приводят их в высокий уровень концентрации в крови? Почему они приводят к таким грубым метаболическим нарушениям и развивается клиника полиорганной недостаточности? Оказывается, можно найти работы в биохимических, биофизических каких-то исследованиях. Мы нашли эти работы. О том, что они ингибируют и влияют серьезно на ряд жизненно важных ферментов, играющих ключевую роль в воспалительном процессе, таких как циклооксигеназа-2, например. На такие ферменты, как фермент дегитроптерин редуктаза, который участвует в биосинтезе адреналина и дофамина. Эти работы были выполнены коллегами в других областях, которые работают. И возвращаясь немножко в истории к 1986 году, которая, конечно, была революционная допубликация, когда Джон Маршалл опубликовался, естественно, с коллегами, статью о том, что кишечник является мотором, двигателем полиорганной недостаточности при сепсисе. Вот сейчас, сегодня, с позиции понимания того, что мы сегодня уже знаем, конечно, речь идет не о кишечнике, как таковом, а о микробиоте, о том невидимом органе, который, ну, прежде всего, представлен, конечно, кишечной микробиотой. И, тем не менее, проблема не решена до сегодняшнего дня. Я в третий раз демонстрирую слайд с публикацией 2021 года. Эта книга, о которой я уже упомянула, «Сепсис. Метаболомный подход», написана коллективом авторов. И все эти авторы, мы работали вместе, это сотрудники в основном института как раз в общей реминтологии Неговского и, конечно, коллеги, с которыми мы работаем в других учреждениях. Это далеко не полный авторский коллектив, поскольку, конечно, эта проблема, эта проблема настолько всеобъемлющая, что мы работаем с многими учреждениями, об этом расскажут и сегодня коллеги, которые будут выступать, и Максим Александрович, наверное, упомянет об этом. Я бы хотела все-таки книгой, книгой, но те вещи, которые мы вынесли как постулаты в этой книге, просто зачитать их, потратив на это буквально 2-3 минуты, о том, что бактерии обладают значительно более развитыми механизмами адаптации по сравнению с эукариотическими клетками организма. И поэтому они переключают метаболические процессы для удовлетворения своих потребностей, что и приводит к дисбалансу процесса анаболизма, катаболизма в организме хозяина. Это первый постулат, который в этой книге приводится с соответствующими доказательствами. Хотя постулат, как вы знаете, доказать окончательно невозможно, пока, но по крайней мере. О том, что микробиоты и митохондрии человека функционально взаимозависимы, они вместе формируют тот невидимый орган, который ответственный за метаболический и энергетический гомеостаз в организме в целом. Третий постулат в книге нашей звучит следующим образом, что лечение реанимационного пациента как минимум не должно усугублять уже имеющееся нарушение микробиоты. Если те препараты и то лечение, которое мы проводим, не способствуют восстановлению метаболомного баланса и макроорганизма, и микробиоты, если эта терапия, если при этом дисфункция прогрессирует, то патологический процесс становится необратимым. Для выживаемости, конечно, необходимы способы контроля метаболической активности микробиоты и ее адекватная коррекция. Те метаболические нарушения, которые развиваются в связи с дисфункцией невидимого органа, и микробиоты, и митохондрии у наших герметологических пациентов, можно объективно оценить по профилю сигнальных молекул или с использованием интегрального показателя состояния метаболомы при сепсисе. И в качестве интегрального показателя в общем-то можно использовать одно даже ароматическо-микробный метаболит, например, одну кислоту фенилкарбоновую, такую, как гидроксифенилмолочная кислота, или гидроксифенилуксусная кислота, или сумма двух-трех кислот. Все это работает, было проверено нами многократно. Таким образом, развитие сепсиса, полиорганной дисфункции можно предотвратить. Мы считаем практически у любого пациента. Но предотвратить. И для этого нужно внедрить стратегию септической настороженности, мониторинга и коррекции дисфункции именно этого невидимого органа. Если мы возьмем учебники, сегодняшние учебники, то... Виктор Васильевич поддерживает. Спасибо, Виктор Васильевич. То мы найдем такую фразу при неустраненном этиологическом факторе любое самое интенсивное лечение полиорганной недостаточности безрезультатно. Очень печальная фраза, но этиологическим фактором, как вы видите, выступает очень часто, и может быть в большинстве случаев, именно дисфункция микробиота. И поэтому приводим дисфункцию из нашей статьи, что для повышения эффективности лечения пациентов уже в ближайшем будущем будут найдены способы активного подчинения метаболизма бактерий и микробиоты интересам хозяина, чтобы не было этого репрограммирования, направленного на гибель организма человека. И заканчивая доклад, я бы хотел просто вместе с вами преклониться гениальности и прозорливости великого человека Ильи Ильи Мечникова, который, можете себе представить, в 905 году, больше 115 лет назад, в предисловии к четвертому изданию «Этюды о природе человека» написал такую фразу. «Невозможно более придерживаться положения, будто кишечные яды бактериального происхождения разрушаются в содержимом или стенках кишок и, не переходя в кровь, совершенно безвредны, так как это применимо к некоторым бактериальным ядам. Но те из последних, которые относятся к разряду так называемых ароматических веществ, не разрушаются в кишках, а усиленно всасываются в кровь. И хотя и обезвреживаются до некоторой степени в организме, тем не менее приносят ему существенный вред». Илья Ильич, низкий поклон вам. Не имея ни хроматографа, ни моспектрометра, невозможности оценить это объективно, если вы будете в Париже, я думаю, что наступят в ближайшие времена, в ближайшем времени времена, когда мы сможем снова ездить на конференции и посещать музей Ильи Мечникова, на улице Ильи Мечникова в Институте Пастера. Поклонитесь вместе с нами, низко этому удивительному, гениальному ученому. Итак, рабочая гипотеза для наших будущих исследований состоит в следующем. Полиорганная недостаточность предотвратимое и потенциально обратимое состояние, но при условии мониторинга и адекватной коррекции дисфункции микробиоты. Благодарю вас за внимание. Спасибо.